Иногда хватает мгновения, чтобы забыть жизнь, а иногда не хватает жизни, чтобы забыть мгновение. В эфире программа Тахлил-Нама с анализом итогов основных событий, прошедших в насыщенном ритме 7 дней. Порой человек на протяжении всей жизни находится в поиске самого себя. Не всегда это заканчивается, как хотелось бы, индивидууму. Да, что там, целые страны, континенты, столетия за столетиями не могут обозначить на карте, кроме своей широты и долготы. Понятное дело, для каждого своего жителя предназначения. И потому истинное развитие, в полном смысле этого слова, порой обходит их стороной. Что-то подобное происходило с регионами Узбекистана долгие годы. Да и с самой страной, в принципе. Все делалось по разнарядке. То, что где-то хорошие традиции ремесленничества, или, скажем, хороший предпринимательский дух и потенциал, или, быть может, климатические условия располагают к определенному виду деятельности, никого не интересовало. Та же Наманганская область на протяжении многих лет была дотационной. Как? Ведь в жилах живущих там людей заложены деловые качества, желание работать и приумножать свое личное состояние, и, соответственно, вносить свой вклад в формирование регионального валового продукта. Сегодня Наманган – это не просто один из промышленных лидеров республики. Это признанный, в том числе и на мировом рынке, бренд, представляющий качественную линейку самой разнообразной продукции. Глава государства дал возможности и создал условия для самих наманганцев в плане построения формулы успеха, при которой не последнюю роль играет доверие к людям. Тем самым, которые даже к детям обращаются на «вы». Благодаря стиранию целого вороха стереотипов и политической воли президенту удалось развернуть цепочку тенденций, превратив регион в драйвер деловой активности. Что действительно необходимо области, так это дополнительная генерация энергии. Бизнес осваивает все новые технологии. Так что запуск начала возведения целого ряда зеленых электростанций лично лидерам Узбекистана не случайен. Да и проектная стоимость объектов говорит сама за себя – 350 миллионов долларов. К визиту руководителя страны в области подготовились основательно. Принять лидера Узбекистана было готово огромное количество локаций, но просто физически невозможно было уложиться в график рабочей поездки. В разрезе районов было немало нареканий. В основном из-за однобокого, недиверсифицированного развития. Хотя инвесторов и желающих начать работу предостаточно. Кстати, Шавкат Морзиёев не случайно провел совещание с хакимами всех трех регионов Ферганской долины. Потому как специфика идентична. Здесь можно попасть в другую область, попросту не заметив этого. Комментарий к теме Пахлавона Садыкова. Да, наманганцы когда-то могли похвастаться только яблонями или же гранатами. Но сейчас новый наманган преобразовывается в глазах. Благодаря интенсивности реформ здесь происходят большие изменения. И наманганцы сейчас развиваются и преуспевают в различных других направлениях. Например, за последние 7 лет наманганской области экономика увеличилась вдвое. Экспорт втрое. При этом доход на душу населения составил более 15 миллионов сумм. Промышленный сектор здесь в полной мере воспользовались имеющейся возможностями. Таким образом здесь развивается текстильная отрасль, горнодобывающая, металлургическая, а также пищевая промышленности. Если обратить внимание на объекты в рабочем графике посещения главы государства, на Манганской области прослеживаются четкие акценты. Сходу можно озвучить основную идею. Развитие промышленности в области, что способствует повышению уровня жизни местного населения и увеличению доходов. За последние 7 лет за счет инвестиций в размере 65 триллионов сумм удалось создать 600 тысяч новых рабочих мест. Хочу привести пример, характеризующий создаваемые возможности для ремесленников и предпринимателей. Ранее, чтобы доставить свою продукцию в столицу, например, сшитые на Мангане костюмы, приходилось пересекать 5 контрольно-пропускных пунктов. Каждый раз отвечать на одни и те же вопросы. Откуда взял, что хочешь с этим сделать, хотя все было произведено самим предпринимателем. Выбор был стать участником коррупционной схемы или оставить товар. И это просто, чтобы реализовать продукцию в Ташкенте. А теперь на Манганские костюмы продаются даже в Германии. Хочу сказать, что таких изменений множество. В Уичинском районе будет внедрен опыт по сокращению как бедности, так и безработицы. Для этого нужно вести диалог с каждым жителем, нужно создавать условия для них. Новая система придает наманганцам чувство большой ответственности. Город Наманган считается крупнейшим по численности населения. А плотность населения такова. На один квадратный километр приходится более 4 тысяч человек. Народ здесь предприимчив. Плотная застройка и близость районов друг к другу помогают устанавливать тесную кооперацию между предприятиями. В области все еще драйверами остаются пищевая и текстильная отрасли. Но быстрыми темпами в лидеры врываются и такие направления, как ювелирное, промышленное, машиностроение, электротехническая отрасль и производство мебели и другое. Если вы успели заметить, то на улицах есть множество объявлений и вакансий, где предлагают неплохую зарплату с транспортом, питанием и соцобеспечением. Осуществляются меры по сокращению бедности и увеличению занятости. Все говорят, можно же оказывается. Одним из ключевых элементов новой стратегии является закрепление за каждой махалей организации экономического комплекса, которые будут адресно работать с малообеспеченными семьями, содействуя росту их доходов. Для достижения этой цели будут предоставляться доступные кредиты, субсидии и льготные ресурсы. Опыт Сайхунабада соединил в себе все эти механизмы воедино. Важно обеспечить адресность в данном процессе и как комплекс мероприятий будет реализован на практике. Мы в первую очередь связываемся с гражданами, которые не могут найти постоянную работу или которые имеют проблемы и испытывают финансовые трудности. В процессе превращения нашего района в свободные от безработицы уделяем внимание трудоустройству наших женщин и молодых людей. Для этого разработали программу занятости. Президентам поставлены конкретные сроки, определены шаги по искоренению безработицы, возвращению граждан, находящихся в миграции, а также увеличению доходов граждан. Уделяем внимание и на эффективное использование приусадебных участков, земель, выданных для молодежи, а также через аукцион. Организовали пункты продажи сельскохозяйственных продуктов вдоль автомагистралей. Это создает дополнительную занятость жителей. Еще одно важное изменение – это инвестпроекты. Мы уже провели переговоры с банками по поддержке инициатив предпринимателей. Высадили капусту, свеклу. На этой их стороне растет лук и чеснок. Хороший доход нам обеспечивают огурцы. Получаем за счет их продажи. Скоро начнут цвести лимоны. После выхода на пенсию тружусь здесь. Это полезно и для здоровья, и прибыльно с точки зрения семейного бюджета. В таких махалях Уичинского района, как Кумтепа, Дыххон, Баландарык, Джидекапа, развивается кузнечное ремесло. Места, которые долгое время пустовали и были в заброшенном состоянии, за короткий срок превратились в полноценные производственные площадки, где трудятся и зарабатывают тысячи наших соотечественников. Сейчас есть вся необходимая инфраструктура. Но так было не всегда. Ранее делали металлические ворота в частном доме. Производство было небольшим и создавало недобства для остальных жителей. Нам выделили участок в промышленной зоне. Здесь можем работать 24 на 7, и это не вызовет ни у кого дискомфорт. Обеспечили нам необходимую инфраструктуру. Объемы существенно повысились. Ранее на производстве трудились 2-3 человека. Теперь специалистов у нас 15, и год за годом их число увеличивается. Но кажется, отлично. Клиент видит наше производство, наши работы и заходит к нам. Спасибо главе государства за созданные условия и представленные возможности. Нам остается только работать. Инициатива президента по созданию промышленных зон и тесной работе с Махалей сделали свое дело. Если на начальном этапе здесь работали 20-25 рабочих, то сейчас их число выросло до полутора тысяч. На этот раз так называемое сарафанное радио работало в созидательном русле. И о реформах узнали многие наши соотечественники, которые ранее работали за рубежом. До 2022 года приходилось выезжать на заработки. Конечно, скучали по родине, родным и близким. Волновались за семью, родителей и детей. Сложно было. Теперь у нас начала свою деятельность промышленная зона Кунтепа. Все приобретенные навыки используем на производстве. Условия здесь хорошие, зарплата достойная. Если трудиться, то можно хорошо зарабатывать. Десять лет работал в Казахстане. За 300 долларов трудился в Новосибирске в России. Узнав, что тут создаются условия для предпринимателей, решил найти работу здесь. Я сварщик. Профессия, определяющая на производстве ворот, где уже работаю один год. Условия хорошие. На чужбине с моими навыками трудно было найти достойную работу. А здесь открываются вот такие фирмы, где всегда нужны квалифицированные работники. Наша Махаля на данный момент является свободной от безработицы. Мы выдвинули предложение по увеличению промышленной зоны на 2 гектара, благодаря чему будут запущены 40 новых проектов. Все безработные граждане из ближайших Махалей смогут работать на этих производствах. Если работа с металлоконструкциями не для вас, то можно заняться и цветоводством. На практике множество домохозяйств уже долгое время занимаются селекцией и выращиванием растений в декоративных целях. Например, с этой теплицы хозяева получают в год по 100-150 миллионов сумм. Это означает от 10 до 12 миллионов сумм в месяц. С 2017 года занимаюсь этим делом. До этого со своим супругом работали в Казахстане. Здесь мы выращиваем саженцы цветков 15 видов. Часть продаем кластерам, а часть растет у нас. За сезон получаем 100 тысяч саженцев. Здесь трудится 8 работников. На основе принципа «одна Махаля – один продукт» вся гамма-флористика реализуется непосредственно в пределах этой Махали. Рядом для этого есть и рынок, да и покупателей тут предостаточно. Вновь говоря о промышленности, заметим, что с 2021 года на Манганском районе функционируют предприятия по производству электродвигателей и водяных насосов. Начали с малых объемов. Сейчас же здесь работают уже 200 наших соотечественников. Узнав об открытии данного предприятия, вернулся на родину и устроился на должность оператора. Зарабатываю 8 миллионов сумм. Горжусь своей работой. Спасибо президенту, что создает такие возможности для граждан. Свободное от работы время могу проводить со своей семьей. Остается время и на уход за приусадебным участком. Доверие к Узбекистану – стимул для инвестиций. Глава государства уделяет особое внимание привлечению как можно большего числа инвесторов, и их поддержки. Сформировался целостный механизм, когда стартап-проекты в кратчайшие сроки становятся производствами с реальными очертаниями. Происходит это таким образом, что это выгодно обеим сторонам. Благодаря такому коннекту намечены добыча и переработка меди в сотрудничестве с Китаем в Чустском районе. А также организация производства и окраска синтетической ткани совместно с пакистанскими инвесторами в Туракурганском районе. В ближайшее время мы намерены запустить новые проекты в текстильной отрасли. Мы провели их презентацию для президента. Эти ткани, которые вы видите сейчас, скоро будут производиться в вашей стране. В результате запуска проекта будет создано более сотни новых рабочих мест. Мы инвестировали в вашу страну в прошлом году. Условия, созданные главой вашего государства для инвесторов, стали для нас основным катализатором для повторного инвестирования. Немаловажный аспект – бесперебойное обеспечение электроэнергии. Ведь без этого все предприятия и технологические оборудования попросту встанут. Поэтому главой государства был дан старт строительству трех энергообъектов общей мощностью 1228 мегаватт. Это каскад гидроэлектростанций и две солнечные электростанции. Своего рода фундамент для новых начинаний. Субтитры создавал DimaTorzok